Слушайте, для Калининграда это мега круто. Меня впечатляет здешнее здание. Когда-то здесь также ходили трамваи. Эта улица называлась Кёнигштрассе. То есть Королевская улица. Сегодня это просто улица Фрунзе. На этой улице находится отреставрированный домик такой приятной наружности. То есть здесь находилась кроется аптека. Она как раз таки находилась на пересечении. Здесь был перекресток. Напротив находилось здание На Фрунзе 51 такой замечательный дом, который отреставрировали. Вокруг этого дома очень много было слухов, почему он не соответствует тому зданию, которое здесь когда-то было. Ну блин, люди. На самом деле очень гармоничное сочетание разных элементов, которые сочетают и классическую архитектуру, и современную архитектуру. И вот белые треугольники, которые образуют какие-то формы, они нам указывают на то, что город был разбомблен. Данное умозаключение я или параллели провожу, сравнивая с Роттердамом, который был полностью разбомблен в сороковом году, когда голландцы не покорились Германии. Центр Роттердама был полностью разбомблен. Там очень много современной архитектуры. Роттердам вообще не восстанавливался по копии того, что там когда-то находилось, тех зданий. Не имеет смысла восстанавливать то, что когда-то было. Во-первых, здесь много финансовых аспектов. То, что здание кроется аптеке, стояло очень долго в запущенном состоянии. Это, опять же, можно объяснить тем, что многие здания, в том числе и рельсы, которые находятся в Калининграде, я уверен, что они также находятся под какой-нибудь защитой, как памятники архитектуры. Здания не могли тогда восстанавливать, потому что мы не знали, что с ним делать. Оно разрушилось само. В интернете присутствует видеоролик, как раз таки в момент обрушения фасада здания. Рассказчик говорит по поводу того, что как это так они восстанавливают. С дрона снимали, что вот один фасад поставили. Да, так восстанавливают. В Голландии так восстанавливают дома старые, оставляют фасады, внутри все выстраивают по-новому. Ну, к сожалению, по той методе не удалось восстановить. Кроется аптеку. Сегодня мы видим такое замечательное здание. На мой взгляд, очень гармоничное здание. И вот серое, и желтое, и вот эти белые треугольнички, белые элементы различной, красные кирпичи. Все очень классно сочетается. Но я не скажу, что это авангардная архитектура, да, но это передовая архитектура. Было много толков, что там не восстановили, кроется аптекой. В Питере тоже там многие возмущались, почему там это строит Газпромовскую иглу, которая будет выше Петропавловского шпиля. Я считаю, что оно необходимо Питеру. Так же, как и подобное здание, которое не восстанавливалось по оригинальным чертежам. Особенно вот на фоне голубого неба. Это, конечно, просто мега круто выглядит. Ну и плюс типичная тема, то, что здание с северных широтов. Питер он еще севернее, но тем не менее красить фасады в желтый цвет это нормальное явление, потому что очень часто бывает серая погода, серые дни, и поэтому желтый цвет поднимает настроение, как вы не крутите. Но вот солнечный день с голубым небом, это, конечно, выглядит намного еще лучше. Вот такое шикарное здание. Здесь имеется брусчатка. Ее, скорее всего, конечно, перекладывали. Возможно, тоже полностью все восстановлено, по крайней мере, выглядит так. Имеется подсветка. Да, здесь снимали в этой арке в 50-х годах фильм. С этой стороны это выглядит серо. Ну, здесь сэкономили, понятно дело, но фасад презентабельный. За зданием старой кроиц аптеки находились вот такие немецкие дома. Это, видимо, часть, которая относилась к кроиц аптеке. Ее вот так вот обрезали, так сказать. Ну, в общем, здесь, да, здесь совершенно вот этот такой полностью типичный немецкий дом. Многоквартирный. Ничего особенного. Ну, вот такое интересное здание, которое построено на месте кроиц аптеки. И здесь, конечно, интересно прочувствовать атмосферу. Очень высокая арка. Даже эхо немного слышится. Да. Супер. Я ставлю пять с плюсом баллов за то, что сделали в Калининграде. На мой взгляд, это самое лучшее, то, что здесь имеется. Обязательно приехать, посмотреть вот это здание, полюбоваться, да, этой аркой. Очень шикарно. Еще сохранилась брусчатка. Вот. И вот это вот, где сейчас машинки проезжают, это как раз-таки была Кёнигстрасса, Королевская улица. Она выводила напрямую Королевским воротом.